Цена биткоина начала падать вечером в воскресенье и за ночь обвалилась просто шокирующе. Я не планировал снимать это видео и вообще в это время я должен был спать, но падение почти ниже 8 тысяч долларов просто просит экстренного обновления по рынку и я сразу же сел его делать. Мы видим сумасшедшие двухзначные цифры падений везде и в сегодняшнем видео я хочу ответить на вопрос, почему биткоин так жестко падает прямо сейчас. И поверьте мне, ответ совсем не очевиден и это не новый нефтяной кризис, обвал рубля или паника на фондовых рынках, это нечто совершенно другое. А меня зовут Богатейший Ди, поставьте большой палец вверх, мне кажется в 4 часа утра записывать видео это достойно, поэтому буду благодарен за вашу поддержку. Погнали. Многие из вас наверняка чувствовали себя очень комфортно, когда цена биткоина снова торговалась выше 9 тысяч долларов. Как мы видим, глава Бинанса одной из самых крупных криптовалютных бирж 6 марта 2020 года писал у себя в твиттере следующее. Кажется, мы не задержимся на уровнях выше 9 тысяч долларов надолго. То, что произошло недавно, это не просто какие-то объявления, это сейсмические сдвиги. Он имел ввиду, что у биткоина было много хороших новостей в последнее время и казалось бы, с чего бы ему сейчас вообще падать. Есть очень простое объяснение, больше людей продает, чем покупает. Конечно же я не оставлю вас наедине с таким аргументом и раскрою тему больше. Но прежде всего я хочу сказать вам, что это не конец игры для биткоина, абсолютно нет. Если мы откроем даже дневной график биткоина, катастрофа здесь даже не пахнет. Более того, все выглядит даже хорошо для биткоина, ведь он до сих пор находится в фигуре чашка с ручкой. Интересно то, что биткоин просто идеально отскакивает от необходимых локальных трендовых уровней формации ручка. Ну просто красиво выглядит. Но почему все-таки цена так резко падает? Я кое-что нашел на просторах интернета и возможно ответ вам не очень сильно понравится. В любом случае я рискну. Это только мое мнение, но мне кажется, что в этом замешан PLUS токен. Что же это такое? Если вы не знаете, PLUS токен это такой известный азиатский скам, который, можно сказать, отжал более 2 миллиардов долларов. Вы не ослышались? 2 миллиардов долларов в криптовалюте. Большинство этих средств, конечно же, было в биткоинах. Потому что биткоин самая главная криптовалюта. Точные цифры неизвестны, но по различным оценкам стало известно, что скам присвоил 187 тысяч биткоинов. На минутку это 1% от всей доступной циркуляции биткоинов. И вот 7 марта стало известно, что депозиты этого проекта снова зашевелились. Для тех, кто пропустил предыдущий такой эпизод с понсисхемой под названием PLUS токен, я напомню. Существует теория, что именно накопление PLUS токеном огромной суммы в 180 тысяч биткоинов и послужило причиной, почему прошлым летом биткоин выстрелил почти до 14 тысяч долларов. А многие трейдеры тогда даже продавали альткоины за биткоин. И, возможно, азиатская часть этих трейдеров делала это для того, чтобы поучаствовать в понсисхеме PLUS токен. Да, у нас об этом почему-то мало было слышно, зато в Азии это было на слуху. Но что мы знаем точно, это то, что всего лишь спустя один день после достижения биткоином летом прошлого года почти 14 тысяч долларов основатели понсисхемы PLUS токен были арестованы. Пик биткоина в 2019 году приходился на 26 июня, а создатели схемы были арестованы 27 июня. И с тех пор цена биткоина и начала падать с 14 тысяч до 6400 долларов, когда она достигла локального дна. Исходя из анализа, криптовалютные активы понсисхемы PLUS токен все это время постепенно и периодически распродавались. И я уверен, что распродано далеко еще не все. Я уверен также, что то, что вчера вот эти 13 тысяч биткоинов засветились, это не случайность. Самое интересное, что вся эта сумма заводилась завуалированными путями так, чтобы понять откуда средства было очень сложно. Затем частями эти биткоины распределялись между биржами, после чего распродавались. Лично мне такой аргумент падения биткоина кажется весьма правдоподобным. Еще раз, почему цена биткоина так сильно падает прямо сейчас? Потому что на рынке больше продавца, чем покупателя. Как только соотношение сил изменится, это падение даже не будет иметь значения. А оно изменится, так как ресурсов, что остались от PLUS токен, не бесконечны. А такие колебания курсов вполне естественные для такого волатильного рынка, как криптовалюта, ведь ликвидность здесь еще не слишком высокая. И пока такие понцы схемы, как PLUS токен, способны вобрать в себя до 1% всей циркуляции биткоинов, мы должны быть готовы к повторению такого же сценария в будущем. Если мы посмотрим в прошлое биткоина, мы видели падение куда хуже. Так что я хочу сказать вам, что нет причин паниковать. Нет причин рвать на себе волосы. Лично я не верю, что биткоин может обвалиться до таких цифр, которые нам сейчас называют. 3 тысячи долларов, тысяча долларов. Я думаю, мы все еще на том самом долгосрочном пути к заветной цели, когда мы с гордостью скажем, что пережили все невзгоды тогда, когда у других не хватило храбрости. Меня зовут Богатейший Ди, это был экстренный выпуск. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok